приветствую вас в магазине горные вершины в этом видео я расскажу вам о моделях гоночных лыж которые вы можете приобрести в сезоне 19-20 начнем с фишера в этом сезоне топовая модель фишер представлена обновленной моделью speedmax 3d основное отличие в том что боковая поверхность изготовлена из материала схожего с материалом скользящей поверхности это дает возможность обрабатывать боковые поверхности лыж мазями скольжения насколько это эффективно какую-то даст прибавку и имеет ли смысл вообще покажет практик лыжи фишер всегда выпускались с двумя конструкциями 115 на жесткую трассу и 610 на мягкую трассу 610 конструкция зарекомендовал себя как наиболее универсальная сезона 19-20 610 конструкция доступна только топовой модели лыжах speedmax с холодной а 5 либо с 28 теплой базы в этих лыжах как и в предыдущих лет применяется технология холодной склейки скользящей поверхности cold base bonding сотовый сердечник aircore h&m carbon эти лыжи установлена платформа афп совместимая только с креплениями фишер вторая модель сверху вот фишер модель carbon light основное отличие от спидмаксов в отсутствие боковых поверхностей с возможностью подготовки мазями скольжения такой же сердечник aircore h&m carbon при этом лыжа почему-то получилось примерно на 30 грамм тяжелее конструкция только 115 на жесткую трассу база либо 28 либо а5 та же самая платформа афп самое главное новшество сезона 19-20 технология холодной склейки скользящей поверхности cold base bonding при приклейке скользящей поверхности холодным способом скользящая поверхность не перегревается не закрывается поры при этом она сохраняет свою воспримечивость к обработке парафином также это решило проблему заводского брака возможных неровностей которые могли возникать на скользящей поверхности при склейке лыжи традиционным способом следующая модель фишер рцс отличие от первых двух другой сердечник aircore carbon без приставки h&m при этом лыжа получилась еще на 30 грамм примерно тяжелее так же как у карбонлайтов отсутствует скользящая боковая поверхность конструкция также как барбонлайтов только 115 на жесткую трассу база только двадцать восьмая теплая то есть а 5 холодная база на этих лыжах недоступна платформа подкрепления афп совместима с креплениями фишер также как и максах и также как барбонлайтах присутствует технология холодной склейки cold base bonding на этом обзор гоночных лыж фирмы фишер закончен перейдем к соломону топовые лыжи от фирмы соломон представлены моделью соломон и слаб carbon skate это на сегодняшний день самая легкая модель гоночных беговых лыж на рынке чем эти лыжи отличаются во первых материалом коробки лыж материал здесь цельный карбоновый молокок из углеволокна номикс сотовый сердечник лыжи соломон и слаб карбон скейт выпускается в 3 универсал то есть универсальная red для теплой погоды и blue для холодной погоды отличаются эти лыжи конструкциями и базами скользящими поверхностями лыжи blue со скользящей поверхностью g5 cold лыжи в универсал соответственно со скользящей поверхностью g5 универсал и лыжи red прозрачной скользящей поверхностью без графита следующая модель s-race carbon skate отличие от топовых лыж в том что карбон здесь применяется только в зонах контакта в этих лыжах применяется сотовый сердечник номикс и скользящая поверхность от топовых лыж g5 универсал s-max carbon skate похоже на предыдущую модель здесь точно также зонах контакта применяется карбон основное отличие в том что сердечник здесь пенный напомню в лыжах s-race сердечник сотовый благодаря этому лыжа получилось несколько тяжелее но несколько дешевле стоящая поверхность здесь такая же же 5 минерус вы же рэс скейт отличие от предыдущей модели в отсутствие карбона здесь обычная коробка сердечник тоже самое такой же пенный сердечник декарбон скользящая поверхность топовая же 5 универсал как в предыдущих двух моделей атомик представлен топовой лыжей redster carbon s9 несмотря на то что атомик как и соломон делается на одном заводе но эти лыжи отличаются отличаются во-первых внешне визуально видно другое плетение основное отличие это новая скользящая поверхность с индексом 6000 с.а. с.а. special additive это их фирменная добавка которая позволяет как улучшить скольжение так и улучшить удержание мази внутри скользящей поверхности лыжи redster carbon s9 выпускается двух вариантах с теплой конструкции и холодной конструкции и с двумя вариантами скользящей поверхности черной холодной и с белой теплой без содержания графита следующая модель atomic redster s9 отличие как вы заметили в отсутствие слова карбона материаль коробки этой лыжи карбон не применяется сердечник здесь номикс феверлайт такой же как в топовых лыжах скользящая поверхность с индексом b5000 с.а. special additive но меньшим процентом соотношения топовых лыжах это 10 процентов скользящая поверхность с индексом 5000 с.а. 7 процентов atomic redster s7 здесь применяется сердечник спицел это комбинированный сердечник из 100 и пена скользящая поверхность здесь с индексом 5000 но без special additive с.а. лыжа несколько тяжелее чем из 9 но по своим характеристикам по своим качествам не сильно ей уступают также если посмотреть на скользящую поверхность этих лыж мы заметим два желобка в отличие от лишь более старших моделей как утверждает производитель это сделано для того чтобы придать лыжи лучшую курсовую устойчивость в этом видео я познакомил вас с гоночными лыжами представленными магазине горные вершины приобретайте лыжи в нашем магазине занимайтесь беговыми лыжами увидимся в следующем видео